Это поле в Ровенском районе даже убирать не стали. Скосили на солому. Засуха в Саратовской области вновь сгубила серьезную часть урожая. Свести риски к минимуму. Возможно, лишь с помощью агро-страхования. Плюс государственная поддержка. Это стало главным вопросом заседания правительства Российской Федерации. В 27 регионах застраховано менее 10% площадей. Причем это не Чукотка и не Саха-Якутия, а Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Тамбовская области. Ключевые области. В 10 регионах вообще не заключено ни одного договора сельхозстрахования с государственной поддержкой. Безобразие, конечно. Конкретно о положении дел в регионах докладывают губернаторы. Валерий Радаев заверяет, в Саратовской области на протяжении уже трех лет наблюдаются погодные аномалии. Поэтому урожай в 2,5 миллиона тонн зерна в эти годы можно назвать рекордным. Всего в регионе застраховано 21% площадей. В текущем году из-за погодных условий на части территории области был введен режим чрезвычайной ситуации в 23 муниципальных района области из 38. Была отмечена гибель сельскохозяйственных культур на площади 210 тысяч гектар. Из этих площадей застраховано 45 тысяч гектаров. Общая подтвержденная экспертиза площадь гибели посев в 2010 году составила 200 тысяч гектар. Из них 41 тысяч гектар, как сказал, застрахованных было уже культуру. Глава региона подробно объясняет, почему фермеры неактивно используют механизм агрострахования с государственной поддержкой. Одна из основных причин – высокая закредитованность хозяйств в связи с засушливыми годами. У них просто нет денег на оплату страхового взноса. Поэтому Валерий Радаев предлагает страховать часть земельных участков с учетом особенностей агроландшафта. Еще одна инициатива – организовать прямое взаимодействие между профильными федеральными службами и Министерством сельского хозяйства области, чтобы оперативно решать проблемы. Мы понимаем, что страхование от природно-климатических и других рисков в сельском хозяйстве должно становиться обычной практикой. Правительство Саратовской области принимает для этого необходимые меры. Вы тоже поддерживаете эту идею о том, чтобы разрешить страхование не всех видов угодий, всех площадей, а частями, особенно подверженных, например, климатическому воздействию или находящихся в неудобьях и так далее. И второе предложение – сделать так, чтобы между органом финансового контроля и, соответственно, аграриями был налажен обмен информацией по конкретным страховщикам. Да, два предложения. Ладно, хорошо, услышал. Дмитрий Медведев еще раз подчеркивает, на сегодняшний день система агрострахования является реальным инструментом поддержки сельхозпроизводителей. И фермерам стоит активнее его использовать, чтобы помочь своим хозяйствам выстоять в аномально жаркие годы.